Гуру, а в каком мире живет Садху? Все зависит от уровня его понимания, уровня его реализации. В духовной жизни все определяется вашим пониманием. Есть ли у вас знание, видье, джняна, или у вас нет знания, а есть незнание, а видье, а джняна. Невидение. Если мы говорим о пробужденном, реализованном, просветленном Садху, у него есть внутреннее знание, джняна, видье. Например, знание, которое утверждено в ведической традиции в виде кратких афоризмов из речений, махавакхи, из ложных ведах. Прагьянам Брахма. Сознание есть Бог, сознание есть Абсолют. Не где-либо снаружи, а твое собственное осознавание есть Бог. Ахан Брахма-Смея. Я есть Абсолют. Таттва-Маси. Ты есть Абсолют. Аям Атма-Брахма. Эта душа, эта Таттва, есть Абсолют, Божественная, Бесконечность. И вот Садху имеет переживание, Анубхава, личный опыт этих великих изречений. Еще одно. Сарва-Мэва-Брахма. Все есть Бог, все Божественное. Сарва-Мкалвидам-Брахма. Все есть Абсолютное, Божественное. Садху имеет переживание, которое позволяет ему заявлять подобные вещи на собственном опыте, не только из философии. Соответственно, он живет в абсолютном смысле. Вот в таком мире, который состоит из Божественного, из Абсолютного. Его мир вне ума, вне понятий, вне логики, вне концепции. Телом, естественно, он живет в соответствии со своей прарадхакармой. В той стране или в том мире, где он живет, в обществе Садху. Духовных братьев и сестер. У него есть Гуру, у него есть Избранное Божество. Он ходит в храмы, делает свои ритуалы, практикует йогу, занимается медитацией, читает священные писания, делает севу на благо всего человечества. Носит четкие, оранжевую или белую одежду. В общем, он живет обычной жизнью, практикующего дхарму, йогу. Он практикует методы в различные праздники, почитая Божество, посещает храмы и места паломничества, получает дикши инициации, делает садхану, выполняет тапасию. Это все обычный мир, садху. И садху по всему миру достаточно много. Но если мы говорим о мире внутреннем, в котором живет садху, то это измерение осознанности, созерцания мудрости, чняны, преданности и любви. Вот из этого состоит внутренний мир садху. Если садху сильный, то это измерение, его внутреннее измерение, проецируется также и наружу. Формирует вокруг то, что называется мандала. Мандала означает мир в чистом видении. Когда мы видим мир так, как он есть. И садху словно бы пребывает в центре этой мандалы и в центре всей Вселенной, когда субъект полностью объединен с объектом, как центральное Божество. Потому что реализация Адвайты – это понимание того, что мир исходит из меня, мир проецируется моим сознанием. И тогда каждый садху является таким своего рода центром. Но центром является не его эго, не его тело, не его личность, ум. А глубинное осознавание, глубинное недвойственное осознавание садху является таким центром. И вот этот центр, он проявляет различные энергии, которые, играя, переплетаясь, взаимодействуя, формируют вот это уникальное поле, уникальное пространство, называемое мандалой. Его еще называют Будхакшетра – поле пробуждения. И когда другие души приходят в это поле, то они чувствуют этот аромат, этот вкус пробуждения. Сами становятся на духовный путь. Если они становятся учениками какого-либо мастера, то на тонком уровне это как Божество-свиты. И получая духовное благословение, передачи, инициации, они также пробуждают свою недвойственную мудрость, свое недвойственное видение, свою джняну. И тоже со временем становятся божествами в центре мироздания, где субъект полностью воссоединен с объектом, где мир исходит из центра сознания. Их энергия тоже проявляется в виде мандала чистого измерения. И вот так происходит распространение дхармы. На внешнем относительном уровне это выглядит как лекции, проповеди, инициации, сатсанги. Но в духовном измерении это выглядит немного иначе. Сатху живет в мистическом мире, в парадоксальном, недвойственном мире божественной мистики. Рано или поздно на духовном пути в виде не каждого сатху очищается. Он имеет возможность вступать в контакт со своим избранным божеством. Он может получать от него советы, пророчества. Либо просто получать от него шаптипатху, ануграху. Божественное благословение, божественную милость. Это значит, что видение сатху очистилось. Он может воочию видеть свое избранное божество. Но если сатху не призывает избранное божество, а медитирует на пустоту, недвойственность, то его избранным божеством становится чистый свет, без формы. Ниргуна Джуди. И он его вдохновляет. Но так или иначе он соприкасается с измерением божественности. Все это зависит от того, какой тип практики выполняет сатху. Когда он видит божество, он может также видеть божеств свиты, периферийные божества, локу божества, мир, которым божество обитает, его атрибуты. И это его вдохновляет воспринимать и этот земной мир чистым. Это его вдохновляет видеть свое божество не только в небесных мирах, в астральном мире, рупа лока, но также в телах, в каналах обычных людей, в камнях, в деревьях, в животных. Божественность, она видится также и в материальном мире. Вот тогда мы говорим «чистое видение», что этот мир подобен мандале. И существуют методы, которые позволяют развить подобные чистые методы, чистое видение. Методы созерцания, их называют еще «сахадж-крии». Существует очень много подобных методов осознавания. Гурак, каково будущее садху? Кем он стремится стать? В садху живет без будущего. Потому что он освободился от прошлого. И он даже живет не в настоящем, он живет вне настоящего. Иногда говорят, что садху, мудрец, джняни, он живет в настоящем, тотальном настоящем, вне будущего и прошлого. Но настоящее невозможно тогда. Настоящее возможно в связи с вектором движения, в связи с тремя временами. Прошлое, будущее, настоящее. Когда садху развивает джняну, знание, он освобождается от кармы, от своего прошлого, от своей памяти. Он обнаруживает свет недвойственности. Тогда будущее для него теряет смысл. А настоящее что? Настоящее тоже меняется. Он отделяется от настоящего. И он обнаруживает то, что называют в ведической традиции Аканда Кала, неделимую субстанцию времени. Аканда Парабрама. Брахман, не разделенный на три времени. И садху стремится укорениться в этом неделимом времени, вне прошлого, будущего, настоящее. Когда он взаимодействует с относительной реальностью, да, кажется, что у него есть будущее, он движется в будущее, он меняется в соответствии с велением времени. Но это кажимость. С самим сущностным сознанием садху ничего не происходит. Если это садху, который реализовал Абсолют, если это Чниана садху. Меняется его тело, прана, тонкое тело. Но все это не садху, его сущностное сознание не меняется. Поэтому он свободен как от прошлого, так и будущего. Потому что будущее это всегда новое рождение, новое переживание, новая карма, новая сансара. Сансара, ей свойственно прошлое, настоящее, будущее. Но освободиться от сансары, значит, освободиться от диктата разделенного времени на прошлое, будущее и настоящее. Выйти в бесконечный космос, где нет дуального времени. Есть спонтанность, есть проявление, но будущего как такового нет. Поэтому боги могут изменить течение времени, закольцевать его. Пустить под другим углом, повернуть спять, остановить. Потому что они понимают эту субстанцию времени. Для них время это великое божественное сознание, Махакала. То, что несет изменения простым существам. Все живые существа вращаются на ободе колеса времени. Жняни, ситхи, божественные существа, они покидают этот обод и устремляются к ступице колеса. И тогда они живут в единстве со временем, но не вращаются вместе с ним. В относительном измерении можно сказать, что садху накапливает духовную силу, духовный опыт, духовную мудрость, энергию. Выполняет разные практики, накапливает множество заслуг, хороших впечатлений, воспоминаний. И его будущее создать божественное иллюзорное тело, постичь три божественных тела. Тело просветленной мудрости, подобное пространству. Тело в астральном мире, подобное божеству, и способность воплощаться, подобно аватару, называемой ситха-дыха. Джняна-дыха, пранава-дыха и ситха-дыха. В отдаленном будущем он преображается, становится даже Брахмой, Творцом Вселенной. Он обретает безграничное ваджное тело, ваджра-дыха, когда вся Вселенная – это его тело. Такое состояние – это состояние Брахма, Творца. И кажется, будто в относительном измерении он идет из настоящего момента к будущему. И когда мы говорим об основе, пути, плоде, практике Дхармы – самбандха, апхидея, прайоджана, то мы тоже подразумеваем, что есть некая отправная точка – самбандха, некое начальное место нашего путешествия. Есть конечная цель – плод, прайоджана. И нам надо пройти определенный путь – апхидея. И мы идем из пункта А в пункт Б. От нашей точки настоящего, от нашей кармы, к нашему освобождению, к нашей свободе, счастью, радости, просветлению, к растворению в Божественном, к состоянию абсолютности, к состоянию Брахмы, подобным Брахме, Творцу Вселенной, подобным Вишну, подобным Шиве, Даткатрие. И кажется, что это будущее садху, потому что есть четко отправная точка, конечная цель и путь. Но на самом деле это не совсем так. Вначале нам кажется, что духовная жизнь – это прогресс, это движение вперед. В юности так кажется. Затем нам кажется, что духовная жизнь – это движение не вперед, а движение вверх, к небесам. Когда мы становимся мудрее, мы понимаем, что это движение и не вверх, и не вперед, это движение внутрь, вглубь, к нирване, внутри себя. Когда мы встречаем учение, встречаем мастера, он говорит, что это вообще не движение. Это отсутствие того, кто движется, отсутствие движущегося. Это укоренение в недеянии, в присутствии Божественного Света, вплоть до растворения. Вот такое укоренение в Божественном – это и есть самое лучшее будущее садху.